Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с тобой 13-я самая счастливая серия Кукинг Симулятора. Был комментарий по поводу того, что необходимо помыть на плиту, но давай освободим её от посудки, пока у нас идёт подготовительная фаза. И, пожалуй, действительно протрем её, потому что, ну а почему нет? Ну, людям не нравится, как она выглядит. Мне как бы фиолетово, мне кажется, что это всё-таки, хотя нет, она не может быть испорченной, она не может быть сломанной, она просто испачкана. Потому что я же её починил только что, только что прям починил, буквально только что починил. Не могла она, не могла она испорчена, ой, сломаться за такой короткий промежуток времени. Так что да, так что нужно её протереть от грязюки, от всякой, от этой нам ненужной, чтобы ваш глаз радовался, чтобы мой глаз радовался, чтобы вообще всем было всё хорошо. Так, ой, тихо. Здесь протёр, здесь, ну здесь и протирать-то вовсе нечего, здесь вот по-хорошему бы надо было бы протереть. Надеюсь, это не с супом. Спасибо тебе большое, что это был не суп. Иначе бы я тебя убил. Кого бы убил, хрен его знает, тут некого убивать, а сам виноват. Написали, что бутылки надо разложить, но, ребят, я же говорил в каком-то из роликов, что вот, ну, нечего здесь бутылки раскладывать. Должен быть творческий беспорядок, главное, чтобы я сам в нём ориентировался. И пусть даже с небольшими промашками, но ориентировался. Я, если буду их расставлять постоянно, огромно и красиво, и по порядочку, я здесь замучаюсь, я здесь умру быстрее, чем... Чем, чем, чем... Бляха, муха, чем что-либо, короче, неважно. Здесь отмывать больше нечего, как бы всё, здесь всё чисто, здесь всё красиво, здесь всё здорово. Так, а здесь чё? А, здесь тоже всё здорово. Опа, макаронина. Что ты здесь делаешь, макаронина? Ты заблудилась? Ты заблудилась? Пойдём, я отнесу тебя домой. Ой, теперь ты будешь жить именно там. Пюре, суп, суп, сковорода. Поставлю её, пожалуй, вот сюда. Это борщ. А это пустая сковор... Пустая кастрюля, которая... Ммм... Которая будет сейчас использована нами в наших корыстных целях. Ну-ка, положи. Молодец. Поварёшку-то положи нормально, чтобы она... За хрен цепляется, поварёшка. Что такое же? Как такое может быть? 50 миллилитров сметаны осталось опять. Придётся нам для следующего блюда покупать ещё одну. Ммм... Ммм... Я хочу выбросить, чтобы... Чтобы, чтобы было. Чтобы заново потом приготовить. Не знаю, я мазохист и люблю делать всё заново. Заново. Помидорки. Помидорки, сыр, чеддер. Это я делал. Всё оставлю. Большую кастрюленцию вот сюда положу. И... И в целом я готов начинать игру. Чё первое самое? Давай суп какой-нибудь, который у меня есть. Пене под соусом из брокколи. Естественно, кто бы сомневался. Паста. Пасты нужно добавить. Литр воды в кастрюлю. Беру кастрюлю, насыпаю литр воды туда и наливаю 5 грамм соли. Это всё просто. Угу. Проще не придумаешь. 5 грамм соли. 5 грамм соли. 5 же грамм соли, да? Ну что ж, да, конечно же. 5 грамм... 5 грамм улечек прям соли. Можно сказать, вообще незаметной. Пене. 150 грамм. Пене. Пене. Продукты. П-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п. Петрушка. Пене. Купить. 150 грамм уль. Угу. Смотри, сколько там? 220. Ну как так работает? Вот ты мне расскажи, как так работает? Почему я насыпал 150, а насыпал 220? 210. 150 же нужно, ну. Как написал один человек, из серии в серию мы этим занимаемся. И да, будем заниматься этим из серии в серию, потому что не хочет игра спокойно насыпать макарон столько, сколько мне нужно. А это дело я, пожалуй, да выброшу, нахрен она мне не нужна. Дальше что делать нужно? Дальше нужно сделать соус. А, и все, да? Соус. Соус, конечно, лютый. Лютый соус. Воды литр. 5 грамм соли и брокколи. Воды литр. Воды литр. Воды литр. Всего литра воды. Угу. 5 грамм соли. И туда брокколюх наложить нужно. 150. 150 это быстро. Это 3 штуки всего. Угу. Брокколя. Брокколя, иди сюда. Раз, два, три. Тоже на варку ставить. Сколько минут, сколько секунд? 30 секунд. А, не. А, 85 секунд надо варить. Гаси. 85 секунд. Это вот так, вот так. Угу. И на 25 надо включать. Так. Порежьте ингредиент. Репчатый лук на части по 15 грамм. Давай попробуем репчатый лук пропустить через... Комбайн. Потому что... Ну, не через комбайн, а через вот эту вот... Похреновину. Поскольку он порежет. Да, ну... Блин, ну маленькие, конечно, кусочки получились. Ну, а что ж поделаешь? Порезал, допустим. Добавьте на сковородку 10 топленого масла. Давай. Добавим 10 топленого масла. Топленое масло где? Топленое масло... Вот оно. 10. Ровно 10. Прям точность невероятная. 10 масла. Веточка розмарины. И репчатый лук. 5 грамм розмарина. Кто ж туда розмарин-то кладет? А, ну на сковородку в принципе да, для ароматику-то можно. Пожалуй, я сделаю вот так. Разбрылять нужно, чтобы равномерно пожарилось. Хорошо. Поставить. И сколько все это времени делается? 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд. Так. Так. Жарю 30 секунд. После этого нужно положить туда сметану из 40 миллилитров, черного перца, соли и брокколи. Угу. О, ну в целом-то это просто. Это ж просто. Это ж просто это самое простое блюдо, которое можно только делать. Очень муторное, но очень простое. Мне кажется, макароны слегка не доварились. Сметаны 40. Сметана 40. Опа. Нет, не та сметана. Мне вон та нужна, которая маленькая. 40. Это на сковородку, да, нужно? На сковородку же? Да, сметаны и 3 перца, 3 соли. Ага. Кто сметану жарит-то, ну? Кто придумал сметану жарить? 3 перца, 3 соли. 3 перца. И туда брокколи. Твою налево. Брокколи. Блюм, блюм. Ну-ка возьми брокколю-то. Ну возьми ты эту... Ой, возьми, пожалуйста. Спасибо. Положи. Хорошо. Теперь это все дело надо разбрылять. Положить. И жарить 15 секунд. 15 секунд это быстро. Это очень быстро. Сколько у нас минут осталось там? Ой, тихо. 6 минут. 6 минут и нам, смотри, всего одно блюдо дали. Только прям как-то не по логике игры. Она любит меня мучить, а тут получается, что нет. Тут получается, всего одно блюдо дается. Интересно. Теперь вот эту всю хреноту нужно положить на блюдо для запеканки. Хорошо. Так, а смесь-то нужно? Да, смесь тоже. Все нужно. Вот эту кашу всю надо переложить туда. Ой, давай лучше сначала переложим продукты. Угу. Угу. Тут их просто как бы не так много, поэтому почему бы и нет. Блюдо для запеканки. Ну, в целом вот без жижи, без этой выглядит все неплохо. Как бы... Я не могу сказать, что это некрасиво. То есть даже, даже очень даже красиво выглядит. Подавайте горячим. Ну, оно не успело остыть. Ну, немножко, глядишь, пережарилось. Пробовать сейчас я не буду ничего, потому что, ну... А зачем? И ничего исправить все равно не успею. Блин, что такое? Пережарилось, что ли? Лук там был красный. Ну, а что, я виноват, что ли? Плохая техника резки. Подожди. Подожди. Я не понял. Почему жалуются на сметану? Там же была сметана. Бульон из утки. Бульон из утки должен быть черный. И его у меня как раз нет. Обидно, грустно, одиноко, но что ж поделаешь. Бульон из утки. Вода, соль, 10 грамм, 1300 миллилитров воды. А, какая смесь-то, ну? Ты что, дурак? Какая смесь? О какой смеси вообще может идти речь, если мы с тобой воды наливаем? 1300 воды. Как-то меня расстроило. Это пене, или как оно там называлось? Бульон из утки, вода, так, соль, черный, 10 грамм. Соли черные, 10 грамм. Что-то где-то я промазал. А где, я так и не пойму. Написали, что сметана лишняя, но как она могла быть лишней, если я делал все по рецепту, абсолютно все по рецепту? Напишите в комментариях обязательно, что я сделал не так. Возможно, я где-то что-то очевидное абсолютно сделал не так, но я этого не вижу. Утиную грудку туда нужно положить, 560 грамм. Морковку 70. Морковку 70. Давай морковку положим. 70 моркови. Репчатого лука. А, одну штуку тоже. И... И, 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 и... Утиная грудка 560. Утиная грудка. Где утиная грудка у нас с тобой? Вот она. 560, это аж две штуки. Опа. Вот бы всем такой бесконечный продуктовый холодильник, да? Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, положи ты ровно ее, чтобы она точно сварилась. А то ж будет потом вся какая-нибудь еле бледная какая. Ну, блин, некрасивая получится, если она не сварится. 80 секунд. 80 секунд. Так, 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 так. Так, пошло-поехало. Порежьте ингредиент утку. Понял. Ага, понял. Далее. Идем к нашему любимому рецепту. Добавьте в тот же комбайн. Помидор. А у меня, кстати, есть же соус, да, томатный? Томатный соус есть, но он не особо... А, его все равно заливать в коворотку. Так что у меня есть соус томатный. Его нужно всего ничего, сколько там 100 миллилитров. А у меня 106. Как раз, как раз на одно блюдо хватает. Теперь мы делаем свиную вырезку. Свиную вырезку нужно порезать. 250 грамм на части по 25. 250 на части по 25. Ну, давай возьму свиную вырезку. 250. И порежу ее руками, потому что, ну, что-то как-то не получилось у меня. Не задалось в прошлый раз. Возможно, в этот раз задастся. Ну. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Математика, это все мое. Мое все, точнее. Во, видишь, видишь, видишь? Она розовая какая-то, некрасивая. Хотя она сварилась. Не знаю, как это работает и как это объясняется. Возможно... Так, стой. Я что, ровно порезал, что ли? Да, ну, примерно плюс-минус порезал ровно. Беру сковороду. Подсолнечного масла 15 миллилитров. Подсолнечное масло 15 миллилитров. Ага. Теперь. Так, дай вот эту уберу пока там целых аж 8 минут еще. А тут вот 5 осталось. Ну, 6. Ммм... Свиная вырезка. Всю получается. И, собственно, жарить 80 секунд. Беру. Теперь-то наверняка правильное количество будет этой свиной вырезки. А то ж... Как-то в прошлый раз не задалось и получилось некрасиво. 80 секунд. Я просто не знаю сейчас... Не знаю сейчас. Главное, чтобы не дали третий... Третий билет, хотел сказать. Главное, чтобы не дали нам третье блюдо. Я не справлюсь тогда с тремя блюдами. С такими тем более, которые вот, типа, макарон этих, свинины вот этой в томатном соусе. Теперь сахара 10, воды 20. Зеленую не буду наливать, она не очень красивая. Давай возьмем, пожалуй, как-нибудь... Как-нибудь вот так. Обычно в кастрюлю налью туда воды. Кстати, можешь попробовать просто 20 туда налить? 40 получилось. Ладно. 40 так 40. И взять повареху. Мне что-то написал Егор Жун как раз в комментариях по поводу того, что вот надо взять одну поварешку, потом надо что-то с ней сделать. Я так и не понял, что с ней надо было сделать. Ну, возможно, у меня сейчас просто получится на дурака налить туда 20 миллилитров этой воды. Кто вообще туда хотел 20 миллилитров воды налить, я не понимаю. Кому в голову пришло наливать воды в свинину? Вода 20. С самого начала прям 20 миллилитров нальем давай. В какую-нибудь тарелку может налить сначала? Попробовать. Так, беру повареху. Воды. Ага. Ну, в целом, столько, сколько нужно. Блядь. Я зачем так-то сделал? Я не хотел наливать все. Я хотел также через shift наклонять. Но не задалось. Но, видимо, там все правильно налилось. Так что ничего страшного. Сахар 10, томатный соус 100. Сахар 10. Сахар вот здесь где-то лежит. Вот он, сахар 10. Я же правильно делаю все? На ту же сковородку делаю, да? Так, томатного соуса надо налить. Тоже весь. Отлично. Выглядит все приятно достаточно. Достаточно приятно, но неизвестно, как оно будет по вкусу. Жарьте 20 секунд и переложите все в глубокую тарелку. Хорошо. Так, а, ну это все... А, ну это все хорошо так и получается. То есть я все с кинзой украшаю и все. Так, 20 секунд. Да, 20 секунд. Ммм, вкуснятина. Пойду за глубокой тарелкой схожу. Вот свиная вырезка успеет приготовиться. Ну да. А вот соус не до конца приготовился, что меня, несомненно, не может не радовать. Точнее, не может радовать. То есть я хотел бы, чтобы все до конца приготовилось, а получается, что не до конца... Ну нет, смотри, красиво выглядит. Красиво. Пюрешечка, пюрешечка. Давай пюрешечкой нальем. Во. И украшу кинзой. Украшу кинзой, но сдавать не буду. Раз, два, три. По-моему, шесть. Да? Шесть. Поставлю вот сюда. И когда поторопят, тогда уже пойду. Давай утку возьмем. Утиная грудка. Ммм, пятьсот шестьдесят. И нужно ее взять. Вот так вот вытащить оттуда. Вот сюда положить. Вот сюда положить. Потом положить вот сюда. Нужно мне в каждой порции 140 грамм. То есть пополам вот эту вот хреновину порезать. Хотя, блин, подожди. Давай вот с этой стороны подойду. Чтобы видеть хотя бы примерно вот это пополам. Ну, плюс-минус. 130 и 150. Пойду сдам супец. Не супец, точнее. А что это? Свиную вырезку? Нет. Подожди, как называется-то? Свинина в томатном соусе. Свинину в томатном соусе сдам, чтобы... Ну, а то, что ждут? Ждут люди все-таки. Что-то опять не понравилось. Ну, что может там не понравиться? Все было идеально. Неплохая техника резки. Да я резал сам своими вот этими вот ручищами. Резал. Нож держал. Резал. Старался. А он вот так вот берет и... Наполевать о себе относится ко мне. Да вы просто мастер первый раз. Вижу настолько довольного гурмана. Ресторану это точно пойдет на пользу. Опять новое блюдо. Да сколько же новых блюд можно дел... Блять. Так, а почему я не могу взять у грудку? Подожди. Что с ней не так? А, понял. Хер поймешь, что с ней не так, да? Да что такое-то? Почему я ее взять не могу? Ладно. Хрен с ней. Беру, значит, и режу эти куски. Вот этот кусок. 130-граммовый. На 4 части. Ну, хотя бы примерно. Хотя бы примерно, чтобы довольны все остались. Ну, 5 на 4 части, конечно, я порезал. Но не особо точно. Репчатый лук надо выбросить отсюда. Потому что, ну, мало ли что. Мало ли он кому-то не понравится. И скажут мне из-за него... Мерси. Не мерси, а мерси, а прощай просто. Скажут мне. Это я французский просто не особо хорошо знаю. Поэтому я так и сказал. Возьму половник. Поварешку. Поварешку. Да поварешку возьми, говорю. 300 миллилитров супца. Раз. Два. И теперь я должен сделать вот что. Теперь взять тарелку. И набрать этой утиной грудки. Украшать ничем не нужно. Подавать горячим. Вуаля. Сколько звезд? Опять не пять. Что такое? Видимо, ко мне требования, что ли, какие-то огромные начали выдвигать. Потому что, ну, раньше же все было хорошо. Какая ошибка при нагревании. Холодный бульон. Он сварился пять минут назад. Что ты говоришь такое? Господи, ладно. Томатный суп. Томатный суп у меня есть. Самое главное дать ему томатный суп, а не гаспачо. Запеченная треска. Возьми треску. Пойдем возьму треску. Ну-ка. Где там треска? Треска 160 грамм. А мне нужно сколько? 160 грамм. Положу на доску, чтобы ее здесь делать. Соль, черный перец 3. Молотый балл. Так. Соль и черный перец 3. А можно ее под водой помыть пойти? Не? Серьезно, остался перец, что ли? Ну, такого быть не может. Я просто... Да, теперь на ней еще и вода. Ладно, не. Не, пожалуй, заново. На самом первом этапе я прям проебался, можно сказать. Три. Два. Три. Ну, чтобы точно никак мимо не насыпать, я буду кликать просто. Буду просто кликать, чтобы точно уж. Раз, два, три. Молотый болгарский перец. И ку... Кумин. Что такое кумин? Специи. Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ. Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ. Молотый кумин. Пять грамм. И молотый болгарский перец. Он то вроде как бы есть. Это каенский. Хлопья чили. Что, хочешь сказать, у меня нет молотого болгарского перца? Ну, видимо, нет. Давай купим. Хуже не будет, у меня четыре тысячи долларов, так что... Ой, четыре тысячи долларов. Четыре тысячи денег. Раз, два, три, четыре. И пятый. Вкуснотища просто неописуемая. Обжарьте в течение тридцати пяти секунд с каждой стороны. Да это простое блюдо-то. Ну так. Плюс-минус. Так, суп у меня там уже сгорел. Беру сковородку. Как его жарить? Э-э-э... Просто что ли обжарить? Значит, не на сковородке? Значит, не на сковородке. Пойдем. Как меня учили. По сколько секунд? По тридцать пять. Беру. Так, 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 так. Угу. Оп. По тридцать пять секунд с каждой стороны. Заправить лимонным соком, оливковым маслом и топленым маслом. Фу. Переместить треску на противень и поставить в духовку еще. Ёшкин кот. Так, ну ладно. Самое простое здесь это лимон. Хотя, как сказать простое, даже не сказать, что это просто. Порезать ровно это еще надо научиться. Пока положу лимон на доску. Пусть ждет здесь своего часа. Почему я не могу взять утиную грудку? Это остается до сих пор вопросом. Не кричи. Немножко, мне кажется, я не дожарил эту треску. Но и ничего страшного. Это вот что было сейчас? Ты вот дурак? Нет. То есть ты серьезно считаешь, что это нормальное поведение, да? Хорошо. Беру лимон. Режу ремонт. Значится. Значится вот так. Вот. 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 Так. И вроде даже как-то плюс. Плюс-минус есть только, можно сказать, да. Так вовсе не ровно. Беру противень. Противень где? Противень вот. Да открой ты. Сушеный хрен сейчас выбросить надо. А то скажут еще что. Вот. И сушеного хрена туда насыпало. Кто тебя просил? Я сам. Сам. Сам захотел. Да сделал. Положить вот сюда. Взять треску. Почему-то она пополам все же погрелась. Непонятно. Возможно, она сейчас будет недожаренной. Заправить. Пять-пять-пять. Лимонный. Лимон. Оливковое масло. И топленое масло. Пять. Пять. Оливковое. И лимонный сок. Где лимонный сок? Я не вижу. А, вон он. Вот он он. Пять. Налил-то куда столько? Дурак. Дурак. Налил много. И на сколько секунд? На сорок пять. Закрывай духовку. Ждем сорока пяти секунд. И пошло. Так, свежая петрушка. Это все в какую тарелку? На ту же тарелку. На ту же это на какую? Не знаешь? Переложите на тарелку. Просто на тарелку. Короче, понятно. Возьму вот эту. Возьму вот так. Возьму. Да нет. Я хочу поставить просто. В общем, звук здесь. Она так коптится хорошо, что аж здесь слышно. Сколько секунд, минут осталось томатного супа? Нормально. Остается времени еще куча просто. Можно тарелок туда ставить. Смотри, я что научился-то. Ну-ка. Блин. Выключать пора. Хорошо. Беру суп. Наливаю в тарелку. Беру суп. Ха-ха-ха. Ай, молодец. Беру суп. Наливаю в тарелку. Беру суп. Наливаю в тарелку. Я понял, почему... Эээ... Почему я этим не пользовался? Не потому, что я не знал. Потому, что я знал, что будет получаться все хреново. Проверить. Томатный суп. Пять звезд. Подать блюдо. Кхм. Пять звезд. Отлично. Жалобы гостей? Нет жалоб. Все идеально. Поверить не могу, что вы не опростоволосились. Гурману понравилось, как вы готовите? Еще бы ему не понравилось. Я же готовлю как шеф. Настоящий шеф. Кстати, где моя тарелка? Вот тарелка. Вот тарелка. Ой. Упала. Упала. Треска. Какая-то она желтая. И свежей петрушки 6 грамм. Ну, пойдем за петрушкой. Раз, два, три. Ну, красота, красота. Угу. Давай готовить это. Вот эту. Опять мои любимые макароны. Сейчас буду вытаскивать их из кастрюли. Тысяча миллилитров воды. Да, ну, конечно. Поставь ты ровно, ну. Ага. Тысячу миллилитров. О, тихо. Тысяча миллилитров воды. Хорошо. Туда пять... Пять грамм соли. Пять грамм, 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 грамм соли. Где с... А, я же, естественно. Я же ее сюда перенес. Потому что тут удобнее. Да ну не, ну не хочу, чтобы ты падала, ну. Теперь... Бер... Ерунду какую-то мне показывают. Теперь беру... Фузили. Пенне. Фузили. Можешь их в тарелку сразу пересыпать, чтобы не мучиться потом, а? Ладно. А их нет. Они кончились. Понял, принял. Пошел покупать. Продукты. Продукты. Фузи. Ф-ф-ф. Фузили. Купить. Раз, два. Ой. Поторопитесь. Сорок. Ой. Насыпал-то сколько? А, сто пятьдесят. А надо сколько? Сто шестьдесят. Делов-то. Угу. Сто шестьдесят. Красота. Впервые я положил именно столько, сколько необходимо с первого раза. Кра-со-та. Подать. Проверить нельзя, поэтому проверить мы не сможем. Как жаль. Три звезды. Блядь, четыре. Грустно, грустно, грустно. Жалоба гостей. Ну, да, видимо, там не пожарилась одна сторона из-за вот этого вот бага, который случился. Из-за того, что он там перевернулся и что-то еще произошло. Ну, а что поделаешь? Я же не виноват, что игра решила мне немножечко поднасрать. Правильно я считаю... И правильно я говорю? Правильно. Так, делаем фузюлю. Наверное, это последнее блюдо, раз мне не дают больше заказов. Сорок пять секунд варить. Давай, запускай. Говорю тебе, запускай давай. Ага. Па-па-па-па-пам. Порежьте чеснок. Сорок граммуль. Сорок граммуль чеснока. Это аж целых четыре штуки. Раз, два, три, четыре. Кстати, ровненько лежат. Пожалуй, я сейчас прямо их так порежу. Надеюсь, они все порезались. Нет, смотри, опять один живчик остался. Ну и как мне с такими бороться? Ну вот как? Как я? Чё я должен сделать? Оливковое масло сорок. Не успею налить. Я успею только выключить плиту. Оливковое масло сорок. Наливаю. Теперь сюда нужно положить. Сюда нужно положить весь чеснок, кроме вот этого. Да? Да. Да. И тоже жарить 15 секунд. Да не булькай ты там, все хорошо. Все хорошо, не переживай. Булькай-то он еще. Угу. Назад, резать, руки не дрожат. Повернуть вокруг, говорит он. Повернуть вокруг. Да мне не нужно поворачивать вокруг. Мне нужно просто взять... Хотел чеснок взять. А он взял доску. Взять. Разбр... Разбр... Разбрилять. По... Ну, видать, ровнее некуда, поэтому оставлю... Блядь. Оставлю так. 15 секунд. 15 секунд. Самое главное, чтобы чеснок не перегорел. А то получится какое-то говно. Вот так. Наверное, примерно столько нужно это было делать. Хлопьи чили 5. 50 воды. И макарошки. 5 хлопьев чили. Нет, это вот, вот, вот. 5 хлопьев чили. 5 хлопьев чили. Потом. 50 воды. Да, 150 воды. Налей еще, конечно, догадайся. 50 воды. И макаронины. Но макаронины, естественно, я буду брать сковородой. Чтобы ничего, не дай бог, не потерять. Чтобы ничего не произошло лишнего. Чего я не предусматривал. Так. И жарить 15 секунд. Ага. 15. 15. Мне кажется, уже хорош. Потому что там что-то уже и чеснок подошел, и суп уже подошел. Супом назвали. Ну и правильно, а что бы нет. Переместите в то же блюдо для запеканки. А в какой тоже-то? А, ну все, в принципе. Все. Все как и положено. Я думал, я что-то перепутал. А, нет. Ничего не перепутал. Так. Ну поставь ты, ну. Передвинь. Налей. Налей. Вот сюда. Вот этой жиже. Хорошо. Поставь. Пойдем петрушки насыпем туда. Пять штучек, да, по-моему? Пять штук получается. Раз, два, три, четыре, пять. И сдавать. Пошли. Пошли сдавать. Прям как это. Как будто бы я иду сдаваться на расстрел. Подать блюдо. У меня вариантов нет других, дружище. Так что ты не ругайся. Почти пять звезд. Так и назову. Выпуск. Почти пять звезд. Жалобы гостей. Да, чеснок я как-то неправильно погрел. Он там... А, нет. Он как раз таки не дожарился. Он не дожарился. А вот макарошки пережарились. Ну ладно. Сегодня мы больше не берем заказы доделать иначе-то и готовьтесь к завтрашнему дню. Хорошо. А что начатое мне доделать? У меня здесь все как-то в рабочем порядке остается. Все как бы как должно быть, так и остается. Тут все пусто. Воду вылью, пожалуй. Возьму грудку вот эту, утиную. Возьму всю вот эту оставшуюся тоже грудку. И эту возьму. И эту возьму. И эту возьму. И вон ту большую тоже возьму. Отнесу вон в тот тазик. А, ну подожди. Тут можно же ведь вот так делать. Все. Пусть в этом тазу лежит мясо. Мясной тазик. Так, так. А, и вытереть нужно губкой вот тут вот. Потому что я поднасрал вот здесь супом. Ой, не, 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 подожди. Я вытирать должен. Так, 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 так. Все красиво делаю. Все делаю красиво. Ага. Лепота. Так, а вот это что? Треска. А, ну ее выбросить надо. Она же ведь никому уже не нужна. Даже бедна мне, даже самая противная. Ага. Ну все. Все. Завершаю. Завершаю. Пропускаю. Общий доход 580. Много. Завтра ресторанный критик, да, наверное, придет. Завтра к нам придут с проверкой. Это прекрасный шанс завоевать славу. Будьте готовы. Какая-то проверка к нам придет. Из Роспотребнадзора, что ли? Пятнадцатый уровень. Почти шестнадцатый у меня есть уже. А, мне же даже перки не дали прокачать, потому что уровень не прошел. Уровень не про... Нет, не поднял. Простой украинский борщ сегодня это блюдо дня. Сегодня у вас есть возможность похвастаться своими кулинарными наработками. Надеюсь, вы не растеряетесь. Но это мы будем делать в следующей серии. А сейчас давай с тобой прощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Подписывайся обязательно на группу ВКонтакте по ссылке в описании. Переходи, подписывайся, комментируй лайки обязательно. И до встречи в новых видео, в новых сериях. И пока.